Алоха, блядь! Это Давады, мы находимся, как обычно, в нашей такой студии, а-ля Джон Кальяна. Так вот, серьезно, да? У нас на обзоре кальян Эмбери Энви. Это кальян из Украины, я считаю, что это самый качественный украинский кальян. Ну, то есть, самый, наверное, максимально небюджетный украинский кальян. То есть, ребята вкладываются в этот кальян так, что, мама, не горюй. В нем очень много разных деталей, которые прям гений, гениальность, да, таки блещет. Есть очень много интересных решений, но... Гоняй за всеми этими деталями, гоняй за каждой упаковочкой, Каждую штучку завернуть красиво, герметично. Все-все это ребята забывают про самые обычные вещи, про которые очень сильно... На которые очень сильно обращает конечный потребитель. Давайте, собственно, начнем разбирать. Вы сейчас видите, наверное, его с того ракурса, и не можете понять, что за блюдце, блядь! Что за нахуй! Да, ребят, блюдца здесь реально нахуй! Это больше декоративная а-ля Бразилия, вот эти блюдца, да, в виде пауков, всякой херни. Но максимально не работоспособные. Это трилистник. Я вам сейчас его поближе покажу. Вот такой вот он сделан формы. Довольно-таки смело, необычно, но, в принципе, ужасно в исполнении того, что оно, в принципе, нихуя не будет работать. Уголек все равно с нее пизданется на ваш любимый ковер, паркет, ламинат и все остальное. Идем дальше. Потихонечку. У ребят есть крючок. То есть, вот этот крючок, на котором держится, собственно, весь шланг. Ребята говорят, что придумали именно они его. То есть, они первые на своем кальяне эмбери, который более дорогой, сделали такой крючок, а потом все остальные начали у них уже это копировать. Не знаю, кто начал первый, но раз ребята так уверенно говорят, значит, они так уверенно говорят. Что касается самой формы шахты, это такой минимал, доступность. Как сказать, да? Вот эта вот надпись, вот этот рисуночек, да, вроде как бы шахта идет вся черная, и вот этот рисуночек реально довольно-таки прикольно выглядит. Мне это очень нравится. Пока у нас греется чашечка, я порассказываю немного дальше. Идем в более нижнюю часть. Это сердцевина основания, то есть, да, оно сделано реально качественно. То есть, выглядит оно качественно. Выглядит оно качественно. То есть, про что я и говорил, в том, что ребята стремятся ко всем вот этим финтиплюшкам, допустим, да, герметично упакованное блюдце. Каждая деталька герметично упакована и запаянная в пакетики, что они забывают про самые элементарные вещи. Идем к основанию. Это полностью нержавейка. В ней нержавеющий клап, то есть, нержавеющая кнопка клапана, коннектор, то есть, и, конечно же, все основание полностью из нержи. Здесь есть очень прикольная такая ребристая штучка, то есть, да, как дополнительное сцепление, чтобы лучше снимать и выкручивать колбу. Основание, собственно, всю шахту с колбы. Очень круто, но клапан сделан просто ужасно. Я во многих, я многие коляны обозревал, но никогда не видел такого халатного обращения к металлу. То есть, это максимально все не обработано, максимально все очень криво сделано. Вы скажете, сложности не делайте. Идем дальше. Что касается самого порта. То есть, он сделан на притирочках, на шланге у нас есть вот такой вот прикольный коннектор, и есть, собственно, порт. Оп, ставилось, окей, все работает хорошо. Но, вот это что? Как бы, ну, мне это крайне не нравится. Я пытался его раскрутить, я не смог его выкрутить. Но он ходит просто юзан. В принципе, это все придирки. Это все мои придирочки, да, и все остальное. У нас есть две рабочие дырки. Колба продувается очень хорошо. А, и самое главное в этом кальяне, это как ребята нашли подход, и сколько функций они запихали бы, запихали вроде в обычную шахту. Вроде погружная шахта, трубка, блядь. Сделай я-ка в ней дырки, нахуй, да? Сделаю я в ней дырки, у меня будет диффузор. Ладно, я немного выебнусь, сделаю диффузор накручиваемый, и буду его, сука, продавать отдельно. Привет, Эйпл, я научился. Да? Возможно, так. Но, ребята, пошли дальше. Я вам сейчас покажу. Я попробую сейчас все это раскурить вначале, потому что я чувствую, у меня чашечка начинает немного перегреваться. А, о, мундштук. Давайте проговорим про мундштук. То есть, ладно, окей, я опять забыл. Не, опять забыл. Это цена. Цена этого кальяна без скоба, то есть вместе с вот этим нержавеющим мундштуком, коннектором, шлангом и шахтой, со всеми допчиками, да, составляет 8250 рублей. Я запомнил, я молодец. Тяга средняя, хоть есть диффузор, довольно-таки хорошая, упругая, как жопа твоей нынешней. Курица хорошо. Но чуть-чуть нужно, чтобы еще прогрелся. Они запихули, запихули, запихнули максимум в погружную шахту. Давайте разбираться. Смотрите, для чего это сделано? Чтобы можно было подобрать абсолютно под любую колбу. Все, наверное, помнят такую проблему с новыми кальянами от Дарксайда. Я не помню, как модель называется. Аполло, нет, Аполло был первый. Союз, Союз назывался мундштук. Короче, вот последняя модель Дарксайда получилась так, что на треуголочке она не вставала, потому что погружная шахта была, блядь, как ниггерский хуй, да? И она не вставала. Люди даже подпиливали эту шахту, чтобы вставить на красивые колбы, потому что многим колокола не нравятся. Но Дарксайд был полностью нацелен на ту идею, что Дарксайд только на колоколах. То есть Старбас на колоколах, а СВП на колоколах. И мы должны быть на колоколах, да? Колоколах, колоколах, колоколах. Так вот, здесь ребята пошли дальше. Они сделали так, что с помощью диффузора и О-ринг кольца и резьбы на шахте можно регулировать длину погружной шахты. Вроде бы прикольно, вроде бы и как-то, ну и мелочь, да? Но она пригодилась очень мне с подбором колбы, потому что кальян ко мне пришел без колбы. То есть первый этап у нас очень длинная шахта. Мы потом двигаем О-ринг кольцо. Получается шахта чуть короче. И двигаем еще О-ринг кольцо до упора. И получается диффузор закручиваем на максималку и получаем короткую шахту с диффузором. И это очень круто выглядит. Но, как я и говорил, ребята обращают на вот такие глобальные вещи, но забывают про мелочи. На всем кальяне резьба дерьмо. Как я и говорил, обработка желает лучшего. То есть она максимально дерьмовая просто. Просто, блядь, как будто столяр первоклассник выкручивал эту резьбу, что она вся такая прям и забирает весь этот мусор. Также у ребят есть еще мундштучки, которые мне тоже прислали. Как бы, да, покажи их. Это есть вот такой вот, а-ля китайский Мия. Но очень прикольный. То есть как бы на диаметр и длину, да, кому как. То есть кто любит побольше, потолще, кто любит подлиннее, поуже, да. Есть вот такой вот мундштучок Эмбери. Есть, собственно, другая модель. Она такая тоже шершавая, из нержавейки. И есть, соответственно, та самая, с которой идет наш, блядь, кальян. А что касается теперь по его характеристикам курения, да. Сейчас мы, собственно, все это проюзаем. Выдувается все очень хорошо. Курица тоже все очень хорошо. Тяга мне нравится. Тяга мне нравится. Как работает клапан мне тоже нравится, но не нравится, как он, собственно, исполнен, да. Вот эти все вот некачественные. Вот так вот водишь, неприятно прям. А еще я, еблан, забыл помыть шланги. У меня за все время на балконе в нем скопилось пыли. Я сейчас делаю вид, типа, блядь, нихуя не произошло. Ну, а у меня полный рот пыли. Все, все ради вас. Мне очень, как бы, нравится, как он курится. Доработать им немного все это исполнение, да. Все детали, вот мелочные, вот обработочку эту, да, вот хорошую. Будет круто. Также, если обратить внимание, ну, на состояние погружной шахты, то она тоже желает лучшего, потому что металл очень-очень зацарапанный, как бы, его не полировали, то есть не доводили до блеска. То есть он в первоначальном своем виде, его так немного... И давайте, его упаковывайте. Колян я курил всего один раз, сейчас курю я его второй раз, поэтому я его сам заюзать так не смог, прям, чтобы он был такой весь ужасный. Также, пока я снимал этот обзор, пока этот колян у меня лежал дома, у компании Эмбери вышли новые модели, и они из дерева. Есть, собственно, вот такая вот прикольная, вся вот такая ребристая, да, из дерева. И есть, соответственно, а-ля Тотем, а-ля Юнион, а-ля Агач. Это вот такая вот палка, блядь. Ну, это самое дерьмо, мне кажется, потому что есть Агач, и смысл его повторять, да, в новой модели Эмбери, Энви. А вот эта деревянная первая, которую я показывал, вот такая вся вот, она охуенная. Она мне очень понравилась, и я думаю, ее никогда у меня не будет, потому что этот колян ко мне пришел почти 4 месяца назад, и я только поднял свою жопу, чтобы хоть чуть-чуть про него, блядь, снять обзор. По цене, в принципе, 8,250 за шланг, мундштук, вот это, блюце. Самое главное, крючок для шланга, 8,250. Дорого это или нет, ребят, ответьте, дорого это или нет. На данный момент за этот кальян, который сделан в Украине. В Украине, по факту, делают очень хорошие кальяны, и у них индустрия ничуть не хуже, чем, собственно, индустрия России, да, только чуть поменьше, но ребята там делают, и о них проводят выставки. Кстати, о выставках маленькая реклама. 27-28 мая в Одессе, ты знаешь, в фестивале, я там буду, так что приказывай. В принципе, внешне он прикольный, минималистичный, хороший, очень хорошо сидит на колбе. Кстати, да, ребят, забыл сказать, ребята очень сильно заюзались за такую тему, чтобы резинка не торчала из-под основания. Они сделали здесь свою резинку, свою герметичную такую часть из резины, и она прям плотненько прилегает к колбе, и у них свои резинки на основании, то есть они без, как сказать, без вот этого воротничка. Очень круто, очень много деталей, очень прикольно, но эта модель очень похожа на кальян ракета, тоже вроде, а с Крыма она, да, вроде с Крыма ракета. А, нет, не ракета, дабл ток, да, дабл ток. А, изи-блоу, блядь, я даже забыл, как он называется, короче. Собственно, вот так вот. Мне он как бы, ну, нравится, но вот то, что он исполнен, очень криво, эти кривые резьбы, это потертый металл, не обработано все, это мне не нравится. Поэтому решать все-таки вам, это стоит 8,250, я думаю, не очень дорого за кальяны, которые немного отходят в примялочку, со всеми этими прикольными штучками, дрючками, там, увеличить, не увеличить, можно сидеть, просто дрочить, это, типа, я сегодня покурю так, а завтра покурю так. Поэтому это, да, Вадим, это кальян Эмбери с моделью Envy. Всем пока, ставьте лайки, блядь, подписывайтесь.